Омские дороги начали ремонтировать. Первый слой нового асфальта уже появился на четырех улицах из 31, их должны привести в порядок в этом году. Естественно, без пробок не обходится, как долго и где еще. Предстоит постоять, насколько качественным будет ремонт в этом году по сравнению с прошлым, и не лишат ли все-таки Омск федеральных средств из-за нерасторопности чиновников, выяснил Дмитрий Куканус. Улицы Ватутина, Королева, Красноярский тракт и еще около десятка магистралей попали в первую очередь дорожных работ. По данным сервиса Яндекс.Пробки, ежедневные заторы увеличились, даже несмотря на традиционное снижение трафика в начале лета. Особенно это заметно на улицах Волгоградская и Заозерная. Она начиналась на Тюкалинском тракте от ТЭЦ-6 и шла до улицы Лукашевича. И ее длина составила уже 6,5 километров. Это почти в два раза больше, чем, соответственно, мы видели пробки на этом участке в мае. Еще одно изменение, которое мы заметили, произошло на улице Заозерной. Здесь ситуация поменялась к худшему и пробки стали более глухими. Но ради 135 километров от ремонтированных дорог большинство водителей готовы стоять в заторах. Ко второму масштабному дорожному сезону в Омске готовились уже лучше, уверены чиновники. Даже подрядчики пересчитали свои затраты. Получилось дешевле на 20 миллионов рублей. Во время аукциона подрядчики будущие или претенденты на подряды делали шаги по одному, по два. И вот в связи с этим организовалась экономия, понимаете. То есть они готовы выполнить тот объем, который мы даем в полном объеме, но чуть-чуть дешевле. При этом они просчитывают свои возможности. Есть ли у них свой закупленный, может быть, по старым ценам, там, песок, битум и все остальное. Как у них сработает завод, какая логистика. На объектах в первой очереди менее чем за неделю сняли верхний слой старого асфальта и начали укладывать новый. Скорость, с которой выполняются работы, не должна смущать, говорят эксперты технодзора. Качество проверяют на каждом этапе. От проектной документации и состава смеси на заводе до замеров на самом объекте. Есть инструментальный контроль, который непосредственно сразу за укладчиком идет. Это как уклоны, ровность, толщина уложенного слоя и температура укладываемой асфальтобетонной смеси. По сравнению с прошлым годом, наверное, лучше все. Потому что подрядные организации поняли, какой спрос с них, что требуется. В прошлом году немало километров было положено. И в этом году они более опытные, поэтому вопросов меньше. Некоторые подрядчики применяют новые технологии. Так, на Красноярском тракте полотно ремонтируют при помощи ресайклера, а на Ватутина – ремиксера. Обе установки имеют схожий принцип действия. Для реконструкции используют старый слой дорожного покрытия. Не добавляется новый материал. Практически только цемент добавляется в переработку существующего разрушенного покрытия. Получается очень прочное основание. Дорога подвержена наиболее серьезным нагрузкам, интенсивность транспорта. Существенная здесь и, соответственно, грузоподъемность автомобилей, которые здесь проходят, она тоже большая. Далее будет уложено здесь два слоя асфальтобетонного покрытия. Впрочем, к тому, как проходит дорожный сезон, есть претензии у Федерального министерства транспорта, поскольку региональные чиновники слишком долго искали подрядчиков. После угрозы перенаправить средства в другой регион, почти по всем лотам нашлись исполнители. У нас уже 96% средств торги проведены, контракты заключены. У нас осталось 4%, 82 миллиона. Но мы будем работать в этом направлении, чтобы и обосновывать, что мы эти все средства освоим и выполним работы. Теперь главное, чтобы скорость проведения аукциона не отразилась на качестве работ. Дмитрий Куканас, Анатолий Серов, Константин Демиденко и Павел Ходынский. Омск здесь.